Эти люди, когда приходили ко мне, они говорили, что мы приходили, уверены были, что вы нас не возьмете только из-за политических убеждений. Судебная власть Абхазии – независимая ветвь государства, по-твоему. Невозможно высидеть 5-6 часов на судебном заседании, если это неинтересно. Я подняла ему кофту, посмотрела, он говорил, что все нормально, я говорю, подожди, проверю. Кому-то там, кстати, в тюрьме, сказал о том, что Инга очень меня подвела. Очень мало, на самом деле, кражи, грабежей, они все как-то ушли в подполье. Мне кажется, с приходом биткоина. Кстати, ты смогла бы сняться в кино? Я, конечно, такая боевая дама, но не до такой степени. Если я уже вступила в дело и поняла, что он гад, мне придется все-таки доработать вместе с ним. И после приема у психиатра мы решили обратиться к адвокату. К адвокату Инге Габелая. Добрый день. Инга Габелая, адвокат. Ты так дай его нервничаешь, Миссис. Все, что я знаю об этом человеке, то, что ты адвокат, но как бы ты себя охарактеризовала, кто такая Инга Габелая, двумя словами или побольше получится. Ой, я не знаю, как я себя охарактеризовала, но адвокат, все. Адвокат, ну еще и мать. Ну, если касаемо уже не работы, то мама, да. Жена, мама и адвокат. Но у меня все больше связано с работой, честно. Как-то у меня вообще вся жизнь связана больше с работой. Вот ты знаешь, по поводу тебя, мне кажется, ты очень выделяешься из среды адвокатской, потому что вот лично я впервые увидел, ты появилась, скажем так, в процессе знаменитом политическом. Вот, и мне казалось, вот когда я смотрел фильмы, скажем, про адвокатов, они такие все публичные, особенно американские, да. А у нас мало адвокатов, кого можно так назвать, там, может быть, на пальцах одной руки. Вот какую роль ты отдаешь публичности именно в своей профессии, потому что, чтобы наши зрители тоже понимали, как это все произошло, что мы тебя пригласили. Так, давайте позовем Ингу Габилая, давайте отдумайте, она согласится, ну, не знаю, давайте попробуем. Вышли на там общего знакомого, позвонили, я попросил нашего общего знакомого, вот. И там буквально через 10 минут она мне пишет, она говорит, она готова, звони. То есть, как бы очень легко идешь на контакт, и даже, мне кажется, там, это смело, прийти на неизвестную площадку. Неизвестную в том смысле, что, о чем мы будем говорить, здесь все-таки такой формат, не такой серьезный. Как ты пришла к тому, что вот публичность, это вот важная часть, на мой взгляд, вот именно в твоей профессии, и ты одна из немногих, которые известны вот в Абхазии? Ну, я спокойно контактирую вообще с прессой. Мне кажется, через прессу можно много чего сделать положительного, в частности, для своих подзащитных. К этому я пришла, ну, так, лет 5-6 назад. Кто-то меня не любит из-за этого именно, за то, что я много чего выставляю в социальной сети, пытаясь что-то, чего-то добиться именно через социальные сети. В частности, там были случаи, когда мы приглашали журналистов на какие-то процессы. Ну, я считаю, что это большой плюс. А вот твои коллеги, твои коллеги как относятся, как думаешь? Ну, по большей части все-таки, наверное, больше негативно, чем положительно. Потому что, ну, всегда так подкалывают меня, так, можно сказать, из-за этого. Я узнал о тебе, вот, допустим, конкретно за меня говорить. А после вот этого вот известного судебного разбирательства, вот то, что ты говоришь... После выборов. После президентских выборов, когда мы не понимали, кого мы выбрали, да, и как бы... Выбрали ли мы кого-то. И по итогу суд решил, кто... Во второй инстанции. Как быть дальше, как жить дальше Абхазом в Абхазии. Вот после вот этого громкого дела я узнал о тебе. И ты прям мелькала, и ты была интересна, всем было интересно, что ты скажешь. Ну, как бы, вот ты часто появлялась в эфирах разных. И сложно ли было для тебя вообще заняться вот конкретно вот этим делом? И почему ты взялась за это? И мог быть, допустим, кто-то еще? Этим делом я занялась с удовольствием. Почему? Потому что, на самом деле, дело представляло такие большие возможности в последующем. Хотя и до этого дела у меня была уже своя клиентура. Чем мне это сложно было, данное административное дело? Потому что это не моя специфика работы. Именно моя работа – это уголовные дела. В самом начале, когда я пришла в адвокатуру, я как бы без разбора брала. А те, кто придут, обратятся, и гражданские дела, и уголовные дела. Административных вообще у меня не было дел. Спустя, наверное, несколько лет, годика через два-три, я поняла, что гражданские дела мне неинтересны. Хотя именно моя специализация университетская – это гражданская специализация. Мне больше понравились уголовные дела. А данное президентское дело, так назовем его, оно административного формата. Административная категория мне, на самом деле, было сложно. Но когда я вступала в это дело, я вступала больше как процессуалист. Уголовный процесс, гражданский процесс, административный – они все равно все, в принципе, одинаково похожи. За исключением некоторых каких-то процессуальных мелких моментов. Но на процессе я себя умела вести, процессуально знала, когда что нужно сказать. И я была там как второй человек, даже как третий человек, даже правильнее так сказать, который следил больше за процессуальной частью. Первый и вот два теоретика – это был Топагу Батал Иванович и вот Горигин. Он же позже подключился, да? Нет, Горигин Митин первый был с Баталом Ивановичем, они были первые, а я пришла потом. Но тебя как-то запомнили, мне кажется, больше. Но я пришла на второй процесс. Они первый процесс провели, отложили и потом вот пригласили меня. Ты сказала, что это дело, скажем так, сулило большие перспективы. Ну так. Ну узнаваемость больше. Вот, но смотри, получается, что это же было дело против на тот момент действующей власти. Если ты проиграешь, там же, наверное, определенные риски были все-таки, нет? На тот момент я думала и о рисках, но у меня были политические ориентиры в нынешней власти, поэтому я с удовольствием, с большим желанием согласилась на данное предложение. Ну риски были, я их обдумывала, но как вот показывать нынешнюю ситуацию? Та власть была не жестокая. А вот если, допустим, хорошо. Знаешь, такой вопрос. Если можно было бы вернуть время вспять, ты согласилась бы? Конечно. Без проблем. То есть, несмотря на то, что власть сменилась. Знаешь, у меня один такой вопрос. Кстати, тут очень важно, я тоже хочу такую ремарочку сделать для наших зрителей, которые смотрят. Все-таки ты, помимо того, что ты публичный адвокат, ты ведешь очень громкие дела, в том числе политические и так далее. И я хочу сразу так отметить, что до эфира мы так сказали, Инга, есть ли у нас какие-то запретные темы? И ты сказала, что нет. У нас реально нет запретных тем. И у нас Инга, кстати, спрашивала, какие вопросы будут задаваться? Мы сказали, ну мы не знаем. Тогда можно я задам такой вопрос? Давай, ремарочку сделай. Судебная власть Абхазии. Независимая ветвь государства? По-твоему, по-твоему. По-моему, нет, конечно. Ответ просто звучал. Нет? Ну, для меня это очевидно. Знаете, она когда независимая? Когда это дело никого не интересует. У меня вот помимо тех громких дел, которые у всех на слуху, у меня же много таких дел, и намного бывает сложнее. И убийства. Вот сегодня у меня был в Гаграх процесс по убийству. Много таких, где убийства, разбой, где сами по времени, которому нужно вложиться в это дело, намного сложнее. Но они не интересны. Там прессе и так далее. Вот в этих делах больше справедливости, конечно же. Больше судебная власть себя может показать объективно. Ну, для меня. Ну, вот как раз то, к чему я ввел. Ты участвуешь в политическом процессе, где может быть определенная воля, которая не зависит от тебя. Ты подвергаешь себя, скажем, риску определенному. Именно карьерному, скажем так, риску. Но ты все равно на это идешь. Это из-за того, что ты была сторонницей власти? Или как это? Почему это все так? Как ты взвесила эти две чаши? Мне есть дела, которые мне интересны. И вот после того, как сменилась власть, естественно, пошли такие коррупционные дела. В частности, и Беслана Авица Бабхастоп, и Бон Дуач Бабхастоп. И, кстати, эти люди, когда приходили ко мне, они говорили, мы приходили, уверены были, что вы нас не возьмете только из-за политических убеждений. Я адвокат. Несмотря на то, что у меня ориентиры были в нынешней власти, но адвокатуру и политикой, я считаю, нельзя ни в коем случае сопоставлять и выбирать уголовные дела или какие-либо дела из-за политических ориентиров. Ну, если, конечно, только без души работать, тогда лучше вообще не взять. Но если я взялась за дело, я буду работать с душой. У меня тогда вот сразу возникает вопрос. Ты говоришь, что приходили люди и говорили, что мы думали, ты не возьмешь наши процессы. А как ты... Есть ли какие-то случаи, которые ты никогда не возьмешь? Ну, как бы я про этику адвоката. Вот ты понимаешь, что это полный гад, я не буду его защищать. Вот есть такое? Если я уже вступила в дело и поняла, что он гад, ну, мне придется все-таки доработать вместе с ним. А ты будешь с такой же отдачей? Или все-таки вот... Ну, ты понимаешь, вот... Честно говоря, я не знаю, какие ты ввела процессы. Я знаю только о двух. Это президентское дело, как ты назвала. И второе на виду Сахра Явитова. Вот эти два, которые на поверхности, которые я знаю. И о других делах я не знаю. Поэтому, допустим... Про Бонда она сказала. Не знал до этого. Но, допустим, условный насильник. Или какой-нибудь там много людей убил. Или что-то такое ужасное сделал. Ты понимаешь, что это твой подзащитный. Что ты будешь делать? Как ты защищаешь? Это вопрос не только к ней, но вообще адвоката. Я буду его защищать уже... Куда деваться? С подводной лодки? Нет. Уже буду защищать, конечно. И все, что я увидела в материалах дела. Там процессуально неправильно составлено. Какие-то нарушения и так далее. И каково это? Не состыковки. То есть все равно больше... А не состыковок очень много. Вот честное слово. Вот очень много уголовных дел уходят такие, где один лист противоречит другому. И я вот поэтому у меня принцип... Вот я до начала эфира говорила о том, что мой принцип работы изучать дело от первого листа до последнего. Вне зависимости, это будут 2000 листов, 3000 листов. Все равно абсолютно. То есть надо изучить все дело и вот увидеть эти противоречия. И на них, конечно, пытаться... Ну, в общем, ты будешь защищать любого, если ты не знала. Если ко мне обращаются и мне не нравится по тем или иным обстоятельствам дела, я, конечно, его не возьму под определенными предлогами. А у адвоката предлогов можно массу найти и занятость и так далее. А, ну то есть просто под предлогом каким-то... Мы вот в том и плюс адвоката. То есть мы берем, сами выбираем. И были, да, такие? Конечно, много. И знаете, мне неинтересны дела, вот кражи там мелкие. Мне уже они неинтересны. Ну, на самом деле, неинтересны. Особенно если вот подзащитный признается, вот на днях тоже была ситуация. Пришли родители, там, мальчик признается, там, в краже. Я говорю, а я зачем нужна? Ну, мне неинтересно. То есть прийти, хотя в таких делах реально можно заработать больше материальных ценностей. Почему? Потому что это там те же 20-30 тысяч рублей, но 5 походов, да, следственное. Время затрачиваешь меньше, да? Время минимальное затрачивается, вот. Минимальное время затрачивается и минимум усилий. Ну, мне такие неинтересны. Наркотики. Вот сейчас, а какие дела я не возьму? Я для себя вот буквально там месяц не прошел еще. Взяла для себя такой зарок, что никогда не возьму дела по наркотикам. Почему? Не импонируют мне эти дела. А если, ну, они же тоже важны, нет? Вот для общества, скажем. А у меня их мало было, честно, этих дел, может быть, за всю мою рабочую практику, ну, на штук их 15, не больше было, этих дел по наркотикам. Наркотики какие ты имеешь в виду? Возы, сбыты, целью сбыты, доказать и так далее. Не хочу, не потому что я там верю в их виновности, не хочу отстаивать их интересы. Напротив, уголовные дела, например, то же самое убийство, там разбой, там 10 томов уголовного дела, там, ну, как минимум бывает, пусть 6 даже, ну, неважно. Есть в чем посмотреть, изучить дело, какие-то найти несостыковки. Почему-то сложилась практика с делами, связанными с наркотиками, это либо один, либо два тома уголовного дела, маленькие, где строятся. Где интересны большие томы. Нет, мне не интересно, где там на показаниях оперативных сотрудников строятся, что оперативный сотрудник стоял, наблюдал за границей, как там проходил тот или иной человек, он не нагинался, не согинался. Нет творчества. Нет творчества. Нет творчества, не нагинался, не согинался, и ему дают там 13 лет, или там 14 лет лишения свободы. Вот такая минимальная должна быть доказательственная база для того, чтобы получил человек срок. Вот это мне не нравится. Поломать... Как с этим бороться? Вот поломать у меня не получается. Вот несколько раз я пыталась. Может быть, то самое, то, что мы говорили, публичность. То есть, если больше говорить об этом в СМИ, потому что не о наркотиках, но вот с Сахарой, кстати, я запомнил такой эпизод, когда, в общем, финал уже, да, и он благодарил СМИ за то, что открытость помогла, ну, в каком-то смысле, надавить, да, на судебную систему. То есть, может быть, и вот в этих делах с наркотиками нужна больше открытости, и тогда... Может, да. И тогда... Вообще, открытость, мне кажется, она очень много полезного может нам принести. Я считаю, что да. Если скрывать нечего, надо открывать процессы и пытаться добиваться через прессу какие-то моменты. Ну, в этом смысле мы, хоть и не совсем пресса, но как бы мы можем быть соратниками. Кстати, вот если говорить... Ах разнал, кстати, вот перебью, ах разнал, что только не усилия адвокатов, да, как таковых. Понятно, что мы должны достойно выполнить свою миссию и так далее. Это все понятно. Умолять наше присутствие там тоже, конечно, нельзя, но пресса там свою роль сыграла именно в медиапространстве, в те публикации. И оценка даже, не то что оценка, присутствуют журналисты, и они видят иногда, бывает, абсурдность каких-то показаний. А мы к этому привыкли, честно. Иногда ко мне подходили и говорили, Нинка, это же вот как он мог такое сказать и так далее. У нас такой замыленный бывает взгляд, мы это каждый день через день слушаем. Ну, Ахра такой, ну, по моим ощущениям, подкованный в плане говорить и разбираться. Кстати, это дело дало возможность Ахре показать себя, проявить, потому что многие Ахру представляли там человека, бегающего с автоматом на Украине, ну, в Донецке, да. Ну, знаешь, вот если мы затронули эту тему, кстати, вот, честно говоря, не было таких, вот, у меня лично не было в планах об этом говорить, если мы затронули, но формально же ты проиграла, получается, ну, вы проиграли, да, то есть, все-таки условный, но срок. Но в общественном мнении это представлено, что выиграли. Вот как это понять, где есть победа, где поражение. Еще не вечер просто. Ну, подожди, я видел интервью, где он сказал, что не собираются, да, вжаловать? Ну, по крайней мере, пока что да. Кстати, ну да, посмотрим, что будет дальше. Я говорю, вот вы говорите о том, что зависимы, независимы. Ну, вот, это дело показало о том, что, как посмотрит власть на него. Вот, кстати, смотри, вот один очень важный момент. Я думаю, что очень многие следили за этим процессом с самого начала. И перед последним заседанием я увидел в Фейсбуке репост твоего поста, где ты сказала, что там вперед, там что-то в этом роде, как бы там, ну, сегодня мы все там решим. И у меня возникло такое ощущение, что ты знаешь, какой будет результат. Вот честно, у меня такое возникло ощущение. Да, ну, как будто, до этого я когда смотрел, вот, какой пост, пост именно, в общем, слишком уверенно в себе. Да, пост, финальный. А, ну, все, или поехали, или что-то такое. Я подумал, ну, она же что-то там знает, что там будет, какой финал. Я ошибся, или ты знала? Нет, знать, конечно, я знать не могла. Но ей была какая-то информация? Нет, информации нет, конечно, но предполагали мы. Честно уже, потому что, он как-то затягивался процесс, потом нам говорят уже, давайте быстрее, вот, давайте в быстром формате своих свидетелей допрашивать, и так далее, хватит тянуть, хотя не мы тянули объективно, потому что это были свидетели со стороны обвинения, они их не могли обеспечить там какое-то время. А потом наши свидетели, ну, в принципе, это сторона защиты, объективно всегда мы за два процесса, максимум там, все свои доказательства, которые хотим представить, максимум за два процесса мы их представляем, чаще всего за один. Мы это сделали быстро. Ну, значит, мои ощущения меня не обманули, то есть, что-то ты знала. Предполагали, потому что, я еще раз говорю, я видел предыдущие сообщения там из зала суда и так далее, и там было какое-то напряжение, какое-то недовольство и так далее, а вот здесь я подумал, что-то там будет, кажется, вот как-то вот так. Ну, намеки пошли, ну, не со стороны суда ни в коем случае, не со стороны суда. До тебя у нас была в гостях психиатр, и мы, кстати, говорили о душевнобольных… Ты сейчас почему это затронул? Почему? Нет, я просто сейчас вспомнил про то, что есть же душевнобольные, скажем, психически нездоровые преступники, которые по итогу могут попасть в психиатрическую больницу, а не на решетку. Нет, ну, у них тоже сказать о том, что они просто там пролечатся какие-то там месяц-два и пойдут домой, там тоже такое нет. Но все-таки для убийцы, для него как бы выгоднее попасть в психиатрическую больницу, да, так же получается? Ну, выгоднее, если он понимает о том, что ему выгоднее. Если тогда у адвоката какие-то такие запрещенные приемы, вот где… Лайфхаки похож на нам. Какие-то лайфхаки, если как-то адвокат может прям говорить об этом? Хорошо, все, что хорошо подзащитному. Все, нет, все, естественно, как бы… Ну, вот смотри, вот, кстати, Манса говорил о том, что там может быть такой недобросовестный психиатр, да, который какую-нибудь там справочку выдаст и, ну, там, и можно будет чуть-чуть избежать. Ну, психиатрия – это вообще такая сложная наука, да, вот, и, наверное, проводить экспертизы, наверное, если захочет, наверное, врач может быть и… У тебя не было таких дел? Не было. Нет, у меня было два случая, когда мои подзащитные лежали в психиатрии, ну, там кражи, там ничего такого грандиозного не было, что там, ну, человек ушел от убийства или чего-то. Были там вот кражи. А кража, кража за… Там, на самом деле, как бы с психикой были проблемы. Он решил, решил совершить кражу. ну, там и генетически было, как бы, и, в принципе, да. Вот, я бы, знаешь, сейчас на какую тему перескочил, вот, с этой психиатрией, я бы перескочил на тему, есть, условно, там, абсура и есть законы. И какие-то вопросы мы в нашем обществе решаем, там, или пытаемся решать по-абхазски, как это называется, хотя, мне кажется, чаще всего это называется по-абхазски, а решается не так. И есть обычные, так на, обычно наши законы. Есть ли конфликт между, между этими двумя, скажем так, столпами, и как часто ты сталкиваешься с ним, что, допустим, вот в процессе, там, что-то такое совсем не относящиеся к юридической практике. У нас же в законы все, кто их писал? Для кого писали? Для кого они написаны? Они больше продублированы из Российской Федерации, больше продублированы. Но вот специфика же есть все-таки у нас какая-то своя? Вы знаете, я вообще, почему-то вот сейчас и говорят за оружие, что там хотят ужесточить и так далее. Я вообще против ужесточения. Я считаю, в нормальном обществе нужно... Ужесточение чего? Ужесточение за ношение оружия, вот за наркотики там ужесточили, сделали там вплоть до смертной казни и так далее, пожизненное лишение свободы. То есть, я противник... Ну ты же адвокат. Нет, ну не поэтому, нет. Я считаю, что вот неотвратимость наказания для всех без разбора, она приведет к большим положительным эффектам, чем усиление каких-то норм по отношению к определенным категориям людей. И все. Сейчас адвокат говорит, знаешь, такое... Потому что связан с оружием. Есть же разные обстоятельства. Есть иногда оружие, применение оружия, когда спасает жизнь человека. То есть, это все надо так индивидуально смотреть. А наше общество готово к этому? Наше общество вообще не готово к разоружению. Тогда нужно делать запрет только в части ношения при себе, но хранение дома должно остаться в том виде, в котором есть на сегодняшний день статья. Просто там так хранение, ношения, перевозка через запятую. Независимо от сам факта хранения уже составляет состав преступления. У нас как-то несколько веков или, скажем так, назад пытались обезоружить. Мне кажется, нельзя давать второго шанса такому. Мне кажется, категорически нельзя. В этом смысле я должен согласиться. Все-таки дома оружие должно быть. Другой вопрос в том, что мне кажется, что когда власти не справляются... Проверять на адекватность надо. Когда власти не справляются с чем-то, самое легкое и простое это запретить. Мне кажется, надо работать с обществом. Такие жесткие меры. Я считаю, что это больше популизм. Показали шаблоны. Вы знаете, мы взяли и ужесточили. Произошло несколько громких инцидентов. Взяли и ужесточили. Мы и сделали свое дело. Это результат. Конечно, через какое-то время можно будет посмотреть, принесет это какому-то результату или нет. Я считаю, что это не приведет к хорошему положительному результату. Тем более, с учетом, на самом деле, вы сегодня в состоянии войны, по факту, находимся. Поэтому... Оружие в каждом доме. Оружие в каждый дом. Не, ну пусть проверяют, Хотя я вообще не люблю оружие, на самом деле. Я его даже... Потрогать вот сейчас... Нет! Вот так будет лежать, я побоюсь, даже его до него дотронуться. То есть это больше мужское, да? Да, 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 конечно. Женщина с пистолетом бегающая. Это не то, да? Я, конечно, такая боевая дама, но не до такой степени. Но вот есть восточные страны некоторые, где женщинам запрещено даже водить. Вот, насколько я знаю, вот есть такие страны. Такие еще остались? Есть прям страны, где прям запрещено водить женщинам. Водить должен только мужчина. И получается, у нас и оружие держать должен только мужчина. Вообще, как ну ты говоришь, оружие должен держать мужчина. Женщина хрупкая, ей там оружие держать совсем нее. Но у нас вот есть такие водители, женщины, что они вот и фору дают. Я, кстати, преподаватель в автошколе еще. Подожди, я хотел... Еще и преподаватель. Нет, ну сейчас я не работаю, да, я полгода преподавала в автошколе, кстати, у меня очень знаменитые ученики были. Например? Есть Роберт Аршба, председатель счетной палаты, Зарина Габеева, судья, Ирма Дойча, судья, вот сейчас в отставке. Значит, это стереотип, то, что... Марина Игнатовкина, он в велиции работает. Вот, у меня очень... Кстати, у меня очень шикарный курс. Подожди, водитель мужчина, как бы... Вот я с детства помню... Я шикарную теорию знаю, хорошо ориентируюсь, выезжаю в Россию со спокойной душой на машине. Я когда был ребенком, да, я всегда знал, что курят только дяди, а тети, как бы, тети не курят. За рулем в основном дяди. Вот я когда видел, когда тетя за рулем, ух ты, тетя за рулем, на что-то необычное, да? А сейчас... Да, это здесь. Сейчас здесь как бы 50 на 50, там и мужчина, и женщина. Но каково быть женщиной-адвокатом? Ну, в Абхазии, вот конкретно... Где-то легче. Проще? Мне кажется, проще, чем мужчина. Знаете, вот почему? Намного. Вот знаете, тем более эти стереотипы, жалобы, не жалобы, как у нас говорят, жалобщики, да и т.п., там адвокаты наши. Может быть, мужчина лишний раз не напишет жалобу. Мне все равно абсолютно, напишу на любого, если обидят моего подзащитного, или где-то... Даже вот, кстати, вот я заметила, в последние несколько лет, сам факт моего участия будет в деле, ну, где-то есть, не где-то, а есть велика гарантия того, что его не тронут. Честное слово, потому что я со спокойной душой, у меня не дрогнет рука, напишу жалобу. Я посмотрю, еще там у меня был случай, я подняла ему кофту, посмотрела, он говорил, нет, все нормально, я говорю, подожди, проверю. Подняла кофту, смотрю, там полоса, след от синяка, я его сфотографировала, и все, и к эксперту. Я с тобой, кстати, согласен, мне кажется, что в нашем обществе, именно вот в нашей ситуации, легче быть женщине адвокатом, чем мужчине. потому что... Их мужчина подходит, потом говорит, вот почему-то тебя так повел, почему-то к женщине, были случаи, когда подходили, но, в принципе-то, минимально. А к тебе не было вот так, там, звонки, или там, через кого-то, через родственников? Чаще всего пытались через моего мужа как-то повлиять на меня. Ага, через мужа повлиять, через мужчину повлиять. через мужчину повлиять, там, она не может угомониться, или что-то. Муж даже, мне иногда бы говорил, это попозже. Он говорит, она не угомонится, это точно. Ну, наверное, если женщине адвокату легче, то мужчине, если у него жена адвокат, тяжело. Нет? Вот как это, допустим, то, что, если представим себе, что поменялись ваши роли, что он был бы адвокатом, что у него были бы такие знаменитые процессы. Он бывший сотрудник милиции, поэтому он так эту хорошо структуру знает, и поэтому... Короче, на одной волне. Да, на одной волне, на самом деле. Антитела, в общем, у вас было. Да, на одной волне, потому что на самом деле человек, который далек от этой профессии, работы, ну, наверное, не выдержал. Но все же какое-то давление, наверное, оказывается, или оказывалось каких-то... То есть, наверное, надо добиться какого-то статуса, чтобы уже не думали о том, чтобы давить. Все-таки, наверное, были какие-то процессы? У меня был случай, один раз, ну, только вот я начинала работать, когда на меня пытались оказать давление, я сказала, что если, не дай бог, я вот сегодня откажусь от того, что я задумала, от своей цели, значит, в следующий раз меня ни во что не поставят. То есть, надо отстаивать свои позиции. Ну, было сложно. Ну, и все, то есть, это один случай за... Ну, не один случай, нет, были случаи, но как-то я... Я говорю, у меня слишком много информации каждый день, ну, вот в рабочем формате, много себя, ну, читаю, много... и тут читаю, не... Мне так иногда хочется почитать какие-нибудь книжечки. Я там... Никто меня не берет на эти... Как их? Какие-нибудь... Лекции. Я бы с удовольствием поехала бы за счет государственной... Но никто не зовет никуда. Ни в какие страны, ни в какие государства. А я бы с удовольствием, честно, если бы меня позвали, я бы поехала бы, наверное, на край света, даже в Папасию. Ну, понятно, я бы куда-нибудь в Женеву и в любой согласился. Но я бы поехала даже в самую такую деревеньку, если бы там была бы какая-то хорошая лекция и так далее. Но никто не зовет, к сожалению. А так времени, на самом деле, на просто какие-то книги, даже профессиональные, очень вообще мало. Я вот так для себя завела, если выезжаю вот в Сочи, далеко я не выезжаю, если в Сочи выезжаю, то хоть вот зайти в книжный магазин и купить какую-нибудь юридическую книгу. Ну, коллеги или эксперта, вот мне нравится там экспертная деятельность, увлекаюсь им. А в художественную литературу успеваешься? Художество? Нет, 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 сейчас нет. Я даже боюсь. Я вот что поняла. Потому что если я начинаю увлекаюсь, вот погружаясь в книгу, все, уголовные дела будут вот так мои компьютертеры будут пылиться. Я боюсь. Сильмы про адвокатов. Все пересмотрела практически. Мне вообще, я человек, который не смотрит телевизор. Я не знаю, что происходит в мире. Честно, если я в фейсбуке видела... Ну, сейчас никто не смотрит телевизор. Вообще не смотрит телевизор. А ютуб смотришь? Ну, если что-то конкретно... Наш подкаст будешь смотреть. Если что-то конкретно меня интересует, я посмотрю. Я смотрю там лекции адвокатов. Мне там нравится питерский адвокат Юрий Новолодский. Вот его лекции часто смотрю. А вот именно что-то вне, нет, не смотрю. Но все практически фильмы пересмотрела связаны с адвокатом. Какие-то книги перечитала. Помню там Линкольн для адвоката. Даже когда ты свободна от работы время, тебя это тоже продолжает это интересовать. И нет свободного времени. Вот на самом деле, я говорю... Ну, я имею в виду фильмы, если посмотреть, то про адвокатов с удовольствием пересмотреть, посмотреть. Вот на самом деле мне интересно все, что связано с моей работой. Мне интересно посмотреть, как это вот... И мне нравится вот именно американский формат адвокатов. Именно вот для меня это какой-то идеал. Когда говорил про открытость, все-таки у нас впечатление об адвокатах, мне кажется, от американского кино, какие они, как они с прессой общаются, как они защищают своих подзащитных. Кстати, ты смогла бы сняться в кино? Ой, не знаю. А если в роли адвоката? Ну, патогеничная, говорят. Ты за это спросил, да. Ну, то есть, как бы, вот представь себе, что сейчас режиссер скажет, Инга, кино, будешь сниматься? Адвокат? Ну, не знаю, конечно, но я подумала бы. Какой-нибудь там суперпроцесс, там, политический, скажем так. Если бы, если бы это не отвлекало бы меня сильно, может, и согласилась бы. А так, я вообще все отсеиваю, то, что требует очень много времени. Вот многие там мои коллеги и совмещают там работу адвокатов, еще где-то фирмы берут, ведут, да, вот параллельно. А так можно развить? Не, можно, ну, там заключать, там есть своя специфика, там заключается договор непосредственно с адвокатским формированием через палату. Есть такая возможность, там бывает юристами в каких-то организациях, министерствах. Это и статусно, да, ну, вот время это убивает. Вот я от всего отказалась. А почему, я в САИ преподавала вот, кстати, вот сейчас ты заговорила о том, что параллельно могут, а не потому, что не хватает заработка адвокатского. Ну, может быть, кому-то и специфика нравится. Кто-то хочет стабильный заработок, адвокатура это нестабильность на самом деле. То есть, иногда бывает, говорят там, Инга, почему ты много дел берешь, а выхода другого нет, потому что ты взял дело, вроде бы крупное, вроде бы, ну, так прилично, не буду говорить, гонорары. А я уже думаю спросить, примерно годовой доход адвоката. годовой я не считаю. Годовой не считаешь? У меня трое детей, у меня денег, у меня не доходит. А если в месяц? Нет, нет, нет. Ну, так, в среднем, можешь там сказать? Не то, чтобы, мне кажется, просто нашим зрителям было бы интересно, сколько зарабатывать. Сколько СММчик зарабатывает? СММчик, сколько зарабатывает? Ну, я думаю, что вот в Абхазии, допустим, давай вот сейчас, давай, ты скажешь, сколько ты зарабатываешь, я скажу, сколько я зарабатываю. Не только СММ же занимаюсь, да, но я думаю, что, допустим, я мог бы зарабатывать там 150-200 тысяч в месяц, если бы, если у меня было бы желание работать только вот в СММ, я думаю, что 150-200, это то, что я мог бы зарабатывать в месяц. Ну, я этим не занимаюсь постоянно, то есть, как бы, все-таки это только часть моей жизни. Нет, вот адвокатам, конечно, такую сумму данной заработать не заработаешь, но, тем не менее, если количеством взять, то да, можно, наверное, но не такие форматы. Если прям работать-работать, то около 130. Да, если много, ну, наверное, можно, но это, конечно, вот это надо будет Ну, я и говорю, если, допустим, я сидел бы, только этим занимался бы, больше ничем. А большие дела, они невыгодные, вот как таковое, потому что, то есть, они тянутся по годам, невыгодные, на самом деле. Это как, кстати, у архитекторов тоже. Они абсолютно невыгодные, проекты, которые долго, долго ты делаешь, как бы, долго длятся, строительство, вот это вот все тоже невыгодно. Выгодно взять, на самом деле, вот кражу, оружие, вот до тех пор, пока она сейчас не ужесточится, да, вот какую-то мелочевочку и вот... А как ты выдерживаешь этот баланс между тем, чтобы, то есть, какие-то дела, ты берешь, чтобы просто заработать, ну да, в том числе. Ну вот, как бы, ясно, и какие-то дела, потому что тебе очень интересно в них участвовать, да, то есть, есть только потому, что вот у нас Саша Шоу был в гостях, и он, в принципе, признался, что он поет то, что интересно зрителям, да, и очень редко поет то, что ему прям нравится. Не поет, он даже слушает вообще другую музыку, которую никто не слушает. дел интересно для меня, в принципе, вот сейчас вот есть несколько мелочевок, прям несколько, и вот я последнего для себя, ну и с учетом того, что вот несколько есть у меня таких серьезных дел, которые мне не дадут возможность взять еще серьезные дела, если они даже будут, вот, поэтому надо будет на мелочевке выживать. Выживать на мелочевке. кстати, знаешь, что было интересно мне, у меня есть друзья вот из этой сферы, из судебной системы, и так далее, вот адвокат, он хочет стать судьей? Вот у тебя, какая может быть карьера, или там потолок карьеры, вот ты адвокат, сколько можешь вот так адвокатом проработать? Судьей не хочется быть? Пока нет. Ну вот, это интересно, да, быть судьей? Ну, наверное, не, конечно. А вот не повлияет ли, допустим, ты, если десятки лет будешь, или там занимаешься, будешь заниматься адвокатской деятельностью, все-таки ты больше защищаешь человека, чем... Защищите, да? Я считаю, это правильно. Надо всегда объективно, ну, мы же объективно, господи, мы все прекрасно понимаем, мы же не глупые люди, мы понимаем, где там наш подзащитный, где-то там совершил, где-то не совершил. Это статус адвоката, заставляет, где-то вынуждает, да, там защищать и отстаивать определенную линию поведения. Ну, адекватно понимаем же, что не все так гладко, как имеет место быть. И вот в статусе суди как раз-таки очень можно и себя проявить хорошо, как объективнейший судья. Потому что очень... Есть, которые у нас суди именно с прокурорской стороны. Они больше любят сажать, наверное, в тюрьму, да? Нет, сейчас я не скажу в отношении всех, но есть у нас, которые... Я не знаю, что должно произойти, чтобы... Чтобы они оправдали, да? Да, чтобы в какое-то смягчение. Часто слышу по телевизору там отвод судей, да, это так называется? Потому что он там троюродный дядя, четвероюродные сестры там и так далее. Как с этим быть в нашем обществе? Вы знаете, что есть и судьи, в частности, которые обижаются на это. У меня есть несколько примеров, не буду называть имена, где со мной практически не здороваются. Именно из-за того, что я заявила отвод. Хотя я считаю, что это профессионально. Есть какие-то моменты, когда я понимаю, для меня также очевиден исход, потому что я знаю, что определенная есть какая-то та или иная ситуация, высшие силы, которые не дадут поступить по-другому, как по моему мнению, опять же, правильно, обижаются. Но обижаются. Есть, которые обижаются. Попортила твои отношения. я за это не переживаю, честно. Вот на самом деле я не переживаю, потому что я считаю, что каждый должен выполнять свою работу профессионально. Если в этой ситуации это хорошо для моего подзащитного, я считаю, что моя совесть чиста. Ну вот честно, есть, которые не воспринимают это. И вот есть у меня в частности в судейской сфере люди, с которыми я практически не здороваюсь. А вот есть недовольные клиенты, которые, допустим, просили бы деньги обратно, знаешь, типа мы недовольны, верни наши деньги. Нам дали 10 лет, нам дали 10 лет, верни нам деньги. Нет, знаете, такого вот, нет, такого именно не было, конечно. Но вот знаете, всегда, я считаю, надо, честно говорить, на берегу договариваться. Защитник, он должен выложиться на полную, сделать все по возможности. Наши подзащитные, они же тоже адекватные люди. Они понимают, что бывает, ну, не бывает, очень часто бывает, от адвоката не зависит. Вроде бы он все сделал. Самое главное, чтобы подзащитный видел, что адвокат работал. И тогда никаких вопросов не будет. Вот. Но, как бы, бывают случаи, иногда, даже вот, это обидно, конечно, мне кажется, для защитника это очень обидно. И вот в моем случае, даже недавно был случай, что я узнала, не будем называть имя, оказывается, недоволен был мой подзащитный. Хотя он писал мне каждый день, через день, что, Ингочка, ты самая лучшая, и так далее. А потом выяснилось, что он, оказывается, да, что кому-то там, кстати, в тюрьме, сказал о том, что Инга очень меня подвела. У меня был шок, честно, потому что этот человек, сейчас через день не скажу, но частенько мне писал, и всегда, Ингулечка, Лопатулечка, ты самая хорошая, взрослая мужчина. Я думаю, что он послушает и поймет, камень в чей огород, но вот мне было на самом деле очень обидно, потому что я сделала все возможное, ну вот, из, ну от души. А у тебя, знаешь, такой вопрос, ты когда в самом начале говорила о клиентуре до процесса того президентского, у тебя есть постоянные клиенты? Есть, есть. От одного я, правда, сейчас так сказала, что никогда не буду защищать, есть у меня, конечно, у меня есть по пять, по шесть раз я защищала. Ну там контакт, наверное, очень простой, вы все друг друга знаете. Да, 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 конечно. А вот знаешь, что мне интересно, вот допустим, не дай бог, конечно, я там чем-то подозреваюсь, да, и там, или обвиняюсь, я прихожу к тебе, говорю, Инга, помоги мне. Как ты выстраиваешь вот эту встречу, то есть, как происходит процесс общения между там, подзащитным и адвокатом? Что в первую очередь ты там спрашиваешь у него, у меня, у меня, у него? Я ничего не спрашиваю, я сперва прихожу сюда и говорю, так, у тебя такая-то, такая-то ситуация, я знаю, что вот то-то, то-то, то-то есть, например, если, как бы у меня есть информация, что какие-то есть доказательства против, или наоборот, есть сомнения какие-то, я объясняю сразу. Когда я говорю, он уже, ну, контакт я быстро налаживаю, не знаю, вот у меня не бывает сложности, и вот сейчас-то понятно, да, в основном все равно, кто у меня вызывает, это в основном мои подзащитные, либо те, которые как бы конкретно, да, ко мне обратились, у них уже выхода нет, или родственники там, ну, как бы, ну, нет смысла, да, не доверять, если они сами меня позвали. А вот даже и в начале, когда я начинала работать, ну, не было вот недоверия, по большей части, сейчас не скажу сто процентов, да, но не было такого, чтобы, я не хочу тебя, там, не доверяю, такого не было. Были случаи, когда, только когда я начинала работу, более там, ну, статусным адвокатам, которые дольше работали, обращались, как бы уходили от меня, обращались с другим, такое было, ну, как бы в начале это, к большому сожалению, это, вот, каждый адвокат с этим сталкивается, когда только начинает работать. У меня, знаешь, такой вопрос, вот, допустим, я обманул тебя, вот я там, есть какое-то следствие, ведется, я тебе сказал не всю правду, и, ну, какая-то часть этой информации всплывает в суде. Такое бывает? Твой клиент должен быть открытым, да, он всегда должен... Я никогда не прошу, ни один раз не просил, скажи мне правду, пожалуйста, чтобы я знаю. Нет, я говорю, особенно вот после, там же у нас своя специфика. Такого откровенного разговора нет, да? Потому что в кино это так бывает. По большей части нет. Ну, вот по большей части, на самом деле, честно, мне не интересно особо всех знать подробности. Такая ситуация. Иногда, вот на самом деле, реальность очень часто противоречит материалам дела. Даже бывает, вроде бы, человек сознается, говорит, господи, да там все по-другому было. Да, но смысла нет, там вот, если есть факт, например, есть видеозапись, где видно, как, ну, прям лицо, все, человек, вот оно, и, ну, отрицать, как бы, действительность не будешь отрицать. Ну, там было все по-другому. Ну, а на квалификацию это никак не влияет. Ну, ладно, пусть оно будет так уже, как в материалах дела, без каких-то там, сейчас, значит, этого не происходит. Главное погрузиться в эти тома и внимательно изучить. Вот перед направлением уголовного дела в суд, мы изучаем уголовное дело, вот суд начинается, изучаем дело, я вижу, там нахожу, я говорю, люблю это, словосочетаю, Ахиллесову пету, вот это слабое место, вот вижу там, например, его там в деле, там один, два, три, это плохо, конечно, уже когда так много слабых мест, вот там, там какое-то обстоятельство, которое меня смущает, как защитника, вот, я иногда говорю, да не верю я, я вот читаю, или он там говорит, я говорю, не верю, придумай что-нибудь получше, там вот, ну, такие варианты, ну, вот понятно, очевидно, что как-то это все не солидно, хотя, вот реально, я всегда это повторяю, правда, она такая запутанная, это ложь четкая, последовательная, четкая, последовательная, с точным временем, и так далее, а вот правда, она чаще всего бывает и такой, вроде думаешь, какая-то басня Крылова, а это реально, действительно, жизнь намного сложнее, чем какие-то определенные, ну, вот, попытка, да, выставить там что-то, вот. Ну, а бывало такое, что ты сама удивлялась, ну, по итогу, в каком-то, вот, если бы, наверное, спрашивала бы, потом реально, как же было, наверное, я бы удивлялась бы часто, но так как я не спрашиваю, на самом деле не спрашиваю, ну, а что спрашиваю? А ты, ну, часто ты проигрываешь процессы, бывает, как бы, вот, я говорю, что понимать, под словом, проигрыш, да, я считаю, если минимум, меньше дали, чем возможно, это тоже уже плюс, соответствующий, особенно, если человек, вот, совершил определенное преступление, тогда, это как-то на рынке торгуешься, и, типа, ты выиграл, или ты проиграл, если тебе уступили. Кто-то думает, продавец думает, что он выиграл, а покупатель тоже думает, А бывает такое, что ты понимаешь, что ты проиграла? Ну, да, конечно. А бывает, что из-за тебя, вот ты понимаешь, что из-за тебя. Нет, такого не может быть. Нет, но бывает вот со временем, вот, мне понравилось одно высказывание, не знаю, кто его сказал, но, что адвокаты делают дела. Вот, На самом деле, со временем я понимаю, что, например, на сегодняшний день в каких-то делах, которые лет так несколько назад... Проиграла бы, да? Нет, я бы по-другому себя повела бы. И, может быть, я бы еще какие-то дивиденды оттуда вытащила бы лучше результат, чем вытащила. Вот сейчас у меня наболевшие отделы, для меня это связано с Абхаз топом. Это еще нас касаться ждет. Для меня это будем добиваться. Может, и журналиста позовем. На касацию пусть послушает. Потому что почему-то у нас на первый процесс пришли, потом они ушли, вообще их не было. И на последний процесс пришли. И как бы реальную картину судебного заседания никто не увидел. И не увидит. Я вообще считаю, может быть, это и как бы... А ты готова делиться гонораром с журналистами, если они будут приходить? Никогда в журналисты не платила, не знаю. У меня не такие гонорары, чтобы... Им потом меня жалко станет. Честно, мы все равно... Нет, нет. Ну, смотри, если журналисты могут помочь, да, вот то, что мы говорили про открытость... Я не знаю, никогда в жизни даже... Мне даже стыдно было предложить. Не знаю, может, это, наверное, правда... Я не знаю. Ну, такие взаимоотношения с журналистами, они же помогут. Представь себе, что ты говоришь, вот на первый процесс они пришли, потом не пришли. Нет, ну это тогда зависимый будет журналист. А мне так не надо. Нет. Я, честно, я всегда за объективность. Есть случаи, когда мы очень понимаем же, вот, ну, что не совсем все так и гладко, не все так идеально. И где-то закрываем глаза и промолчим, опустим глаза и сделаем вид, что не услышали. Вот, а есть, которые... Не знаю, мне кажется, тогда журналист будет однозначно зависимым. Ну, он уже должен, если я ему заплачу, он обязан писать хорошо за меня, чтобы... Ну, это и уже не примет зритель, ну, эту информацию, потому что увидит... А почему они не приходят? Они не приходят, потому что неинтересный процесс, не набирает там... Абаза-то войдет, приходит. Вот Абаза, кстати, очень большое спасибо. У них много просмотров, кстати. Я вот даже на последнем процессе Элеоноре Гилен сказала, я говорю, Эля, тебе нравится реально сидеть на процессах? Она призналась, что да, потому что невозможно высидеть 5-6 часов на судебном заседании, если это неинтересно. Вот у меня пролетает вот судебное заседание, вот, ну, не замечаешь, оно только у меня не летит тогда, когда я спешу куда-то. Если я понимаю, что меня кто-то ждет, я нервничаю, смотрю на часы. Я бывал на судебном процессе, когда, ну, по работе... В качестве кого? Ну, в качестве просто наблюдателя, когда... Ну, я там тоже выступал с каким-то заключением, когда соседи спорят между собой, там, у одного там забор, один себе в забор поставил на чужом участке, там... Вы ответили на... Я думала, вы, когда говорила специализацию, почему вы не занимаетесь гражданской? Именно за это. Да. Честно слово, я отошла... Это было скучно. Их делал полностью от вот этих дележек. Мне это неинтересно. Особенно у нас либо разводится спокойно, что никто не слышит и не видит, ибо если разводится, бывает с таким фейерверком, что просто... Я как-то один раз слушала, там, и на процессе сидела, и посуду там фотографировали грязную, и это выставляли как доказательство, что там супруга неряха, и так далее. Ну, это такими, то есть, разводишься, разводись, то отстань ты от мира, для чего? А для чего это? Показать что? Ну, там, споры, когда за детей, там, может, супруга неряха, или там, наоборот. То есть, ну, честно, это все так мелочно. Это и мне неинтересно. Тебе скучно, в общем-то. Мне скучно. И мне скучно те, что... А у нас есть мои коллеги, которые вот именно только сугубо гражданские. Вот они, вот им нравятся больше такие процессы. Ну, я просто, наверное, ну, не поймала эти процессы, которые мне вот прям так в душу легли. Один процесс, я восемь лет судилась за него. Вот сейчас будет выселение, посмотрим. А, балбей. Как? Восемь лет. Вот можно? Я говорю, оно сопровождало меня всю мою работу. Восемь лет мы судились. И, честно, вот у меня пыл быстро так проходит. Мне на два года это хватит максимум. Потом как-то, ну, неинтересно одно и то же. Я боюсь страшно отмененных дел. Вот бывает, что отменили дело, вот первый процесс там прошли, там, судебный... Ну, весь суд прошел, все. Тут или в Кассации, или в Президиуме отменили его. Направляется дело на новое рассмотрение. Все, легче застрелиться, наверное. Все надо по-новому, да? Все, надо забыть то, что было тогда. Нужно начать заново. Мне это так уже неинтересно. И вот второй раз тяжело вот с тем же пылом вот повторить то же самое, что было на первом процессе. Потому что я адвокат, я эмоциональный на самом деле. Вот и меня многие не любят за это. И часто именно вот как бы за это меня пытаются наказать за то, что я вот такая эмоциональная. Ну, бывает, и писали на меня и жалобы за то, что я там эмоционально не так сказала, не так посмотрела, не так слово подобрала. Не буду сейчас говорить, потому что поймут, какое слово. Да, ни слова не так, хотя именно оно было слово там, оно именно так, терминология такая. Ну, кого-то оно оскорбило, это терминология. Тоже такие случаи были. И, ну, мне кажется, лучше быть, ну, с эмоциями работать. Это не наигранное, на самом деле. И вот я говорю, я не могу играть. Поэтому второй раз, когда вот проходят процессы, мне уже, честно, ну, неинтересно это вот. Проходить это все заново. Если как бы есть какие-то моменты, особенно когда первый раз хорошо прошло. Вот сейчас у меня одно было дело. Первая инстанция шикарная прошла, потом отменили. И вот если бы какие-то были, я видела огрехи, какие-то моменты можно было подшлифовать для меня, как для защитника. Я, может быть, повторно бы очень, еще бы больше бы загорелась. А тут уже, ну, неинтересно, честно. Не люблю я играть, на самом деле. Хотя я вот, не то, что, некоторые говорят, Инга, ты любишь прессе. Я не боюсь ее, не то, что люблю. Я ее реально не боюсь. Хотя в школе я была самая трусливая. Самые мои одноклассники, мне кажется, многие, когда вот я стала так вот, по телевидению, да, там выступают и все, наверное, многие и не узнали бы меня. Потому что я в школе выходила, и мои учителя говорили, что с меня ничего дельного не получится. Потому что я, на самом деле, первая, вот я выходила к доске, я забывала все. Я боялась. Может, ты эмоциональная, да, вот это все на тебя? Ну, не знаю. Может быть, я ребенок войны. Всю войну мы там здесь находились. Это все равно отпечаток только. Там мне 4 года было, маленькая была, но все равно. Это тоже же сверстники. Я сейчас посчитал быстренько. Да, да, мы ровесники. Мы все равно. 88-го года. Да, я 87-го. Ты знаешь, у нас так получилось. Только Саша у нас убивает. Да, да, у нас все сверстники. И прошлый гость был 88-го примерно, да? Ну, теперь я понял, что я ничего не добился в своем возрасте. Да, 30-ти. Но ты в поисках. У меня перед глазами вот эта вот картина, когда ты стоишь у стенки, темень такая, знаешь, ты держишь большой ноутбук, кучу папок, и вокруг тебя журналисты что-то на тебя спрашивают. Я сюда с ними бегаю, с этими папками, да. И ты вот так вот, типа, что вы от меня хотите? Кстати, ты так держала, как будто что-то куда-то хочет вырвать, да? Да, у меня всегда просто это, я говорю, я на камеру, я вот, зададут вопрос, я отвечу. Если, ну, не по теме, вот, бывает случай, когда как бы обращаются прокомментировать какой-то вопрос, но если я не в этом не специалист или как-то особо не знаю тему, я не буду комментировать. И не хочу комментировать, потому что мне интересно прокомментировать там, где вот, ну, как бы я сведующая, так сказать. Что у нас с преступностью? Вот мне интересно твое мнение в Абхазии. Что с преступностью? Ну, вообще практически нет. Все извините. Нет, ну, знаете как, я вот говорю, что очень мало на самом деле кражи, грабежа, они все как-то ушли в подполье. Мне кажется, с приходом биткоина. Майнингов, майнингов, да. Я просто, честно, далека от этой темы, но она так вот у нас в Абхазии разгрузилась. Я вообще человек, который не люблю халявные деньги. Мне вообще неинтересны они. Вот на самом деле, вот эти биткоины, это показатель такой вот... Нет, там не халявные деньги. Нет, это, ну, как бы один из видов бизнеса. Ты занимаешься? Нет, нет, я не занимаюсь. Ну, говорят, что те, кто занимается, что это тоже надо вкладываться. Я занимаюсь архитектурой. А вот ты рассказываешь так интересно, и я прям у меня в голове аналогии с моей профессией. Вот ты говоришь про долгие дела, и у меня сразу мои объекты, которые там годами, обычно это с реконструкцией связанные объекты. Они сложные, и чтобы их доделать, как бы долго времени нужно, нужно много времени. И прям много таких моментов, когда я вот сопереживаю тебя, слушаю тебя. Ну, на самом деле, затяжные процессы, они неинтересны. Вот когда просто сам факт, большой процесс, здесь, конечно, интересно, потому что каждый раз новый. Но когда оно тянется в гражданские дела, чем они мне никогда не нравились. Потому что их могут 5-6 раз отменять туда-сюда, оно возвращается. В общем, ты цель увидела, надо к ней. Да, а вот в уголовном здесь все намного как бы почетче. И со сроками все более понятно. И как бы перспективы строишь, уже понимаешь, это дело, сколько по времени там займет заниматься. Да, вот и у архитекторов тоже есть, знаешь, есть такие архитекторы, которые любят больше промышленную архитектуру проектировать. Кто-то любит больше жилые строения, жилые здания. Кто-то дизайном любит заниматься, внутреннего интерьера. А так же и у тебя, да? Да. Вот для меня, вот ты говоришь, эти дела мне неинтересны, знаешь, ну типа... А у нас по большей части, честно, по большей части адвокаты, которые, если начинают, может, и за все берутся дела, это чтобы... Это так не поймешь, пока не начнешь работать на практике. А потом все равно в какую-то струю попадают конкретную. В какую-то специализацию. В специализацию, и вот их потом уже знают. Вот ко мне по-гражданским и мало обращаться. Нет, конечно, мне звонят, и там я отправляю к своим коллегам, которые в гражданской сфере, вот там я выделяю, например. Вот. А это уже потом вот как-то ориентиры уже определяются. Пришла в мою голову одна мысль, вернее, один вопрос. Странный, мне кажется. Представим себе, что тебе нужен защитник, адвокат, но не ты. Ты сама себя, ну как в рамки тебя загоним, потому что ты сама себя не можешь защищать. Пусть это будет, скажем, уголовное дело. Не знаю. Кому бы ты доверила себя защищать из абхазских адвокатов, вот из своих коллег? Я же никому не обидеть оставлю на себе YouTube. Да. Нет. Нет, потому что, честно, у меня, ну, наверное, человек 10 я всё равно выделю. То есть, у них так много кого можно? Да, которые для меня вот, для меня мои коллеги вот есть, которые для меня человек 10, которые и взаимоотношения у нас шикарные, и я знаю, что они хорошо будут меня защищать. Поэтому я оставлю пока что на себе. А есть вот вообще такие вот, что в истории одни из лучших для тебя были, ну, в принципе, в истории мира, ну, которые тебе вообще адвокаты, адвокаты-звёзды для тебя? Ну, в плевах, я сейчас скажу, и буду неоригинально. Не, просто мы не знаю, я не знаю, вот ты говоришь. Ну, вот в американских фильмах, в фильмах там же обычно, ну, бывает, что они какую-то историю реально описывают, основанную на реальных событиях. Мне очень нравится адвокат Юрий Новолодский. Он о моём существовании, конечно, не знает, он балтийская коллегия адвокатов, я его слушаю, лекции, я прям... А ты могла бы работать, кстати, вот в России или там в другой стране? Нет, кстати, в принципе-то у них вот в этой части тоже законодательство такое же, как и в Абхазии, то есть именно со статусом адвоката я не смогу прийти в суд и сказать, я там адвокат Габилая, пришла в защиту. Хотела бы, ладно, по-другому, вот хотела бы там работать. Я как защитник могу, вот тоже, ну, это в принципе-то то же самое, я смогу те же самые функции выполнять, но это только на суде. На следствии я не смогу такую роль выполнять. А как представите, как защитник, как иное лицо, то есть пусть все будут знать, что я адвокат, вот как у Ахра, вот сейчас был коллега наш. Иностранец был, да? Да, 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 да. Он был как защитник. Ага, просто типа приглашённый или как это? Да, ну как защитник, как там, может быть, в качестве защитника, это, кстати, новшество в 15-м году сделали в нашем УПК, это, по-моему, я так поняла, переняли с казахского УПК, потому что... Из Казахстана много чего, кажется, у нас. Много переняли, да, вот в последнее время, вот, я так понимаю, прошлый парламент, ну, им понравилось законодательство, но мне уголовно-процессуальный кодекс очень нравится, вот в новом формате, он больше, а следователи со стороны обвинения говорят, что нам слишком руки развязали защитника, мы больше знаем информацию, чем по предыдущему кодексу, им это не нравится, я считаю, что это как раз-таки и принцип состязательства, а что вам скрывать, если у вас есть доказательства, то есть нечего скрывать. Мы уже, так, прилично в эфире, кстати, время пролетело очень быстро, я не знаю, ваши заседания так же быстро для тебя пролетают? Быстро, да, да-да-да, мы 5-6 часов мы не замечаем. Вот, я, во-первых, хочу сказать, что, конечно, после этого эфира нужно подписаться на Пснахабар, это вот стопудово всем, кто смотрит, вот, особенно твоим коллегам-адвокатам, потому что ты так, такой комплимент им всем сделала, что не все готовы тебя защищать. Ну, у меня есть... Вот Бесик задавал вопрос по поводу преступности, я думаю, что вот этим мы попробуем сегодня закончить. Эфир, что ты сказал, что ее стало мало, давай представим себе такую ситуацию, что, ну, нет преступлений, у тебя нет работы именно адвокатской, чем бы ты занималась, если вот не адвокатурой, кем была бы Инга Габелая? Отдыхала бы. Нет, честно, я не знаю. Представь себе, что вот это, для этой работы нет условий, вот все. Не знаю, честно, потому что я на сегодняшний день себя вижу только в этом, потому что у меня даже был неудачный опыт, я поняла, что я не бизнесмен, у меня был опыт, связанный с бизнесом, там, муж поддержал мою инициативу, мы открыли обувного магазина, кстати, очень такой красивенький был, хорошенький, но не получилось меня, почему, потому что это надо времени очень много отдавать, а для меня приоритет, я с удовольствием я буду, там, до 11, до 12, до часа, до 2 я буду сидеть уголовные дела читать, но с цифрами считать я не буду до часа, до 2, ну, неинтересно мне. И как бы я поняла, что это не мое бизнес, например, вообще я не бизнесмен поняла, вот, я не знаю, о чем я занималась. Ну, в общем, пусть преступления будут, чтобы у Инги Габелая была работа. Да, 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 а так я что-нибудь это придумаю, куда-нибудь, может быть, переквалифицируюсь в будущем, вот, но не судьи, может быть, я оставлю как интрига, Инга куда-то решила пойти, вот Инга, может быть, и пойдет, но чуть попозже это будет. Окей, интрижка. Президент? Нет, нет, у меня не позволит. Кстати, нет политических амбиций тут, вот, по-другому скажем, нет, ну, я и по национальности никак не смогу, да, там, попасть в президенты, языка не знаю, нет, у меня и, даже если бы, там, у меня была абхазская по национальности и знала бы язык бы, я бы, точно нет у меня таких амбиций. А дети твои знают абхазский язык? Ну, вот, двое младшеньких ходят именно в абхазский сектор, в садик, я не знаю. Сколько им я скажи, я сейчас как раз рекламой заканчиваю, наш хир. А так, старшенькому 10, младшеньким 5 лет и вот 4 скоро будет, самое маленькое. Вот, для всех, кому 4, 5, 6 и 7, специально разработана методика изучения абхазского языка фондом развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба. Эта методика работает уже в течение одного года в качестве эксперимента, поэтому я думаю, что мы после того, как эфир закончится, Инге, подробнее расскажем об этой методике. Для наших подписчиков мы оставим описание, переходите на социальные сети именно этого фонда, в Facebook, Instagram, вы получите больше информации, а Инга, мы тебе говорим большое спасибо за мимолетно пролетевший час с хвостиком, мне кажется, нам с Писланом было очень интересно, чтобы пообщаться. Спасибо вам. Спасибо. Все? Супер. Да, мне кажется, супер. Вы даже не будете ничего монтажировать, по-моему. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.